Симаргл Симаргл Почти все источники наперебой твердят о том, что он один из самых загадочных божеств среди славянского пантеона. Исследователи, кое называют наших предков огнепоклонниками, ставят это божество порой наравне со Сварагом, а где-то даже и выше его. Есть предположение, что данное имя могло упоминать двух богов. Также кто-то спорит, что Симаргл неправильно трактованное именование Ерила. Даже есть записи, что это вовсе иностранный бог, так или иначе упомянутый нашими предками. Везде указывают на вину ошибок в переписывании летописи. Мое же мнение склоняется к источникам, кое говорят, что Симаргл – это солярный бог первородного огня, рожденный из искры, что создал Сварог, ударив своим молотом по камню белкорюч. Отношение к такому богу явно показывает нам его место в пантеоне, возведенном князем Владимиром. Поставлен Симаргл был по правую руку Перуна. Некоторые исследователи считают, что из-за множества богов их часто мешали или путали друг с другом, как и их функции. Таким образом, предположительно, получилось с финистом и Симарглом, делав олицетворение последнего в первом. Из-за того бог первородного огня принял на себя роль стража между прави с Явью. В этих версиях одним из обликов Симаргла и был финист-сокол. С тем, что именно финист выполнял роль стража прави или царства Ирий, в основном никто не спорит. Из обязанностей стража появились мнения, что Симаргл мог быть стражем Нави с Явью, а где-то даже Нави с правью. Однако, судя по основным ресурсам, огнебог являлся скорее защитником мира Яви от тьмы и воплощением огня, кой служил людям. Видео про Сварга я уже упоминала, что в отличие от тех народов, кто считал огонь стихией разрушения, у славян он был источником созидания. Симаргл проявлялся и в очаге, и в костре, в семенах, кое прорастали из земли без помощи людей, а посля зимы. Также и в температуре, кое в древности, как говорят, было не принято сбивать, следовало даже в бане разогреть болящего. Так как считалось, сам Симаргл в теле человека борется с Ахворью. Предки верили к тому же, что именно огнебожич разжигал огонь между мужчиной и женщиной. Тот огонь и был любовью. Древние огню предавали все отжившее в Яве и вещи, и умерших. В моей книге «Цепи рода» провожали князя так. К острову пришли, где росли курганы. На закате дня перед свет взял факел и под ладьей поджег хворост и дрова. Ветер раздразнил огонь. Как погорел покойный князь, столб с домовины подняли, где оставили прах Богдана с малыми дарами. Возвели курган. Любовь же самого Симаргла по множествам ресурсов весьма трагична. Говорят, он не может свой пост защитника покинуть. Только лишь раз в год на день осеннего равноденствия он не выдерживает тоску и оставляет свое обязательство, чтобы встретиться с купальницей. А она в день летнего солнцестояния дарит миру, куполу и кострому. Также считается, что в день, когда его брату, дождь Богу Золотогорка, родила Каледу и Овсиня, Симаргл, оберегающий на тот момент ее, своим огненным мечом ударил стену, из которой побил родних с живой водой. Огнебог дал напиться родившей, а из брызг того источника появились Китаврас и Квасура. Полагается, что в битве между светом с тьмой Симаргл был для богов света, тем, кто поднял дух их. Именно он, как говорят, нанес решающий удар своим огненным мечом по тьме, раз и навсегда разделив миры. У него есть и человеческое обличие, и крылатого пса по каким-то источникам волка, и рарок птицы, что где-то считается прообразом жар птицы. И, наконец, Симаргл мог являться людям и самим огнем. Откуда же все-таки подобный образ укоренился у нас? Сегодня разные источники выдают разные версии, в основном спекулируя на том, на кого из огненных богов других народов Симаргл походит больше. Находится и вовсе забавное предположение, напоминающее больше теорию заговора, мол, образ крылатого пса с заложенными в него функциями, спокойного в мирный момент и яростного в момент защиты смахивает на функции роботов. Но это с новой версии. Для того, чтобы ближе подобраться к правде, надо больше узнавать и размышлять самим.